Каждую среду в студии телеканала Самарагис мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Как помочь региональным аграриям напрямую продавать свою продукцию жителям Самары? Какие планы по дальнейшему развитию ярмарочной торговли в Самаре? Как будут проводиться в городе сезонные ярмарки? В нашей студии начальник отдела организации и контроля торговли Департамента экономического развития инвестиций и торговли администрации городского округа Самары Александр Чуфистов. Александр Владимирович, здравствуйте. Спасибо, что пришли в нашу студию. Здравствуйте. Ну и давайте начнем тогда, вы знаете, с самого начала, что называется, вот с базы, с цифр. В настоящее время в Самаре, насколько я знаю, действует 12 круглогодичных ярмарок. Вот какие задачи вы решаете с помощью этих ярмарок? Ну, к основным задачам мы относим, в первую очередь, это создание условий для реализации продукции, товаропроизводителей и предпринимательского сообщества. Также мы относим повышение конкурентной среды, это важно, и обеспечение доступности товаров для жителей города, то есть, чтобы у них была возможность приобретать свежую продукцию недалеко от дома. Ну, то есть, по большому счету, вот главная задача, это, вот как я себе понимаю, это максимальная конкуренция, потому что конкуренция порождает, ну... Снижение цены, все верно. Снижение цены и повышение качества еще, потому что, если хочешь продать, ты будешь стараться. Безусловно. Безусловно. Вот итоги работ муниципальных ярмарок за прошлый год и какая динамика? В прошлом году мы значительно увеличили количество ярмарок, вот, и для нас итогом работы, прежде всего, является их заполнение. Большинство площадок у нас было заполнено на 100%, и пользовались спросом как у участников ярмарок, так и у жителей города. Вместе с тем, у нас существуют площадки, по которым есть определенные сложности в части наполнения, мы над этим работаем. Ну вот, кстати, если говорить о тех площадках, ну, где вы собираетесь работать вот над наполняемостью, на ваш взгляд, это вот связано с чем? Ну, то есть, это вопрос такой привычки, что ли, людей, потому что, ну, есть места, что называется, вот как-то, ну... Намоленные. Намоленные, прикормленные, да-да-да. То есть, там, куда люди, ну, традиционно, вот ходили десятилетиями. Да, действительно, такое существует. Места, где либо ранее была торговля, либо она и сейчас находится, такие места пользуются у предпринимателей, у сельхозтоваропроизводителей повышенным спросом, потому что не нужно тратить время на наработку какой-то клиентской базы или так далее. То есть, на трафике, если находится торговый объект, он, соответственно, работает с первого дня. Вот. Что касается ярмарок, которые, например, находятся в каких-то новых местах, вот, в частности, на улице Чернореченской, 38 рядом с перекрестком, там новое место, соответственно. Для остановления таких ярмарок, конечно же, нужно и время, и чтобы люди об этом месте узнали. Вот. В качестве примера могу привести ярмарку сезонную УДК «Октябрь». С начала ее действия в 2017 году там было порядка, там, 15 мест в первый год. Но каждый год количество желающих участвовать в ярмарке удваивалось. И на сегодняшний день в сезон там до 100 торговых мест бывает заполнено. Я, кстати, по поводу ярмарки у торгового центра «Октябрь» могу полностью согласиться. Я просто хорошо... Дворец культуры. Да, да, да. Дворец культуры «Октябрь». Могу согласиться. Металлург, я просто, ну, хорошо знаю эти места. И первое, очень много людей там живет. И второе, действительно востребовано. То есть, ну, я просто, я сам там покупал, и я знаю, там действительно просто много желающих купить. Конечно. И в том числе, например, некоторым сельхозтоваропроизводителям, которые там на северной части губернии находятся, им удобнее, например, именно с этого конца города приехать, не углубляясь в центр исторический. Соответственно, есть возможность продать там. Ну, да. Они пользуются Привозский район там и некоторые другие туда. Да, и заехать удобно, и уехать удобно. Ну, на самом деле, просто это вот тот куст, где живет очень много людей, и на самом деле вот востребованность очень велика. Вот, кстати, если говорить по поводу площадки на улицах вот Дачная и Чернореченская, о которой это вы говорили, то есть дом номер 38 в Октябрьском внутригородском районе на проспекте Ленина 16 и улицы Челюскинцев. Принято решение об изменении формата там торговли. Вот как будут переоборудованы эти ярмарки и когда будет открытие в новом формате? То есть что вы там будете проводить? Ну, по прошествию прошлого года мы собрали определенную статистику и просьбы от самих участников ярмарки. Так, например, на этих двух площадках мы получили отклик обратный от участников, что им бы очень хотелось иметь более замкнутое пространство. То есть, например, сделать там секции, то есть не одно большое пространство, а поделить пространство на секции, что им позволило бы эффективнее распорядиться пространством, хранить товар. Вот, соответственно, можно было бы им делать какие-то запасы там товара, отдельное оборудование отдельное поставить. Вот, нами было принято решение пойти навстречу участникам ярмарки. И на данных площадках в настоящее время проводятся работы по изменению внутреннего пространства. Работы мы планируем закончить в конце мая, и либо в конце мая, либо в начале июня открыться уже в новом формате, что позволит и заполнить их больше, желающих прибавиться в новом формате. И, соответственно, людям станет интереснее посещать ярмарки, которые будут заполнены на 100%. Ну, это, на самом деле, очень здорово, потому что, ну, мне всегда нравится, когда есть вот эта прямая линия между сельхозтоваропроизводителем и потребителем. То есть, понятно, что сельхозник, он должен производить все-таки, это его первая задача, но, тем не менее, вот, когда есть возможность, особенно у небольшого производителя, приехать в город и продать, это очень здорово. Кстати, вот, а с каких регионов приезжают в Самару? Вот вы, наверное, какую-то статистику уже наблюдали? Ну, из Самарской области практически со всех областей приезжают. Кроме того, на сезонной ярмарке мы регистрируем участников даже из других областей. Например, из Ульяновска к нам едут с грибами, из Дмуртии едут, из Башкирии едут с медом. Вот, то есть, в принципе, Приволжский федеральный округ на наши сезонные ярмарки в сезон приезжают. Некоторые представители им нравятся. Ну, конечно, потому что, на самом деле, вот так если объективно смотреть, а Самара город-то, ну, не бедный, скажем так, то есть, это город, где люди хорошо покупают, соответственно, желающих приехать и продать, и получить здесь деньги, я думаю, должно быть много. Как раз то, о чем вы говорите. Да, конечно. Вот важный еще момент в организации ярмарочной торговли – это парковочные места. Вот мне, например, очень симпатична ярмарка на Киевской, именно благодаря тому факту, что туда можно спокойно заехать. Да, там есть... Встать. Вот как, кстати, над этим работаете? Я понимаю, что это сложно. Город, дефицит земли, я прекрасно понимаю. Вот здесь как найти золотую середину? Ну, мы стараемся адаптироваться под те условия, которые, как бы, площадка диктует изначально. То есть, с одной стороны, площадка может располагаться отличным пешеходным трафиком, да, иметь все преимущества, но, например, там не будет места для парковки, и для обладателей автомобилей, например, это станет минусом. Вот вы правильно заметили, вот на Киевской, Тухачевского ярмарка у нас пользуется спросом у автолюбителей. Очень удобно им заезжать, там есть подъезд как с Пензенской улицы, так и с Партизанской. Два заезда на две улицы, пользуются спросом у автомобилистов, им очень нравится такой вариант. В то же время, если ярмарка располагается даже, ну, с какой-то небольшой парковкой, но, тем не менее, например, находится на перекрестке каких-нибудь путей, где люди делают там пересадки, там на транспорты и так далее, как правило, в таких местах большой трафик, вот, то обычно, то есть, это люди двигаются пешком на общественном транспорте, им, например, формат даже такой ярмарки очень удобен, пусть у нее нет там большой парковки, но им удобно, что она находится на вот этой узловой развязке, где они там делают пересадку, либо уже домой идут. Вот, поэтому мы стараемся адаптироваться под те условия, которые существуют, вот, и, конечно же, если есть такая возможность, как на Киевской, Тухачевской, конечно, мы полностью используем пространство во благо жителей. Ну да, там вот как раз это и удобно, то есть, ты едешь в город или едешь ты из города, и, соответственно, в центре, я имею в виду города, из центра города, и, соответственно, ты можешь вот при желании заскочить, зайти, купить и спокойно, быстренько уехать, не создавая проблем ни себе, ни окружающим. Я предлагаю сейчас сделать паузу, давайте посмотрим сюжет, который касается как раз развития ярмарок, затем продолжим нашу беседу. Спрос рождает предложение, а это значит, что количество муниципальных продовольственных ярмарок продолжает расти. Как показала практика, самарцы предпочитают приобретать продукты, учитывая безусловное качество товаров от местных сельхозпроизводителей. Если на начало 2022 года в черте городского округа Самары функционировали 28 торговых локаций на 1240 мест, то уже к концу прошлого года их число увеличилось до 43, с общим количеством в 1972 торговых места. Для обеспечения качества товаров на крупных ярмарках функционировала и продолжает работать лаборатория Самарского ветеринарного объединения. Помимо осуществления систематических проверок качества и безопасности реализуемой продукции, лаборатория предоставляла услуги ветеринарно-санитарной экспертизы. Но стоимость незначительная, туши говяжьи стоят 162 рубля, партия месц-птиц 25 рублей, растительное масло 25 рублей, поэтому для сельхозпроизводителей является абсолютно приемлемой ценой. Кроме уже традиционных ежегодных ярмарок и стационарных, у музея Алабина на пересечении Киевской и Тухачевского мехзаводе торговые павильоны появляются и в удаленных, так называемых спальных районах города. Так, в ноябре 2020 года новая продовольственная точка открылась в Октябрьском районе на пересечении улиц Старозагора и Гастелло. Локация пользуется большой популярностью у жителей города. Ярмарка работает ежедневно с 9 до 22 часов. Арендатор постарался учесть все пожелания самарцев. Летом 2022 года открылись еще шесть ярмарок на 100 торговых мест в Кировском, Советском, Куйбышевском, промышленном и железнодорожном районах. Продовольственные локации появились на точках, на которых ранее велась несанкционированная торговля. Территории, как правило, редко приводились в порядок, а в некоторых случаях торговля велась с земли. Глава города Елена Лапушкина распорядилась еще раз проверить уже оборудованное по всем правилам локации на предмет ухоженности и чистоты. По поводу проведения проверок, что все-таки внешний вид, должна быть опрятность, чистота. В настоящее время Департаментом экономического развития, инвестиций и торговли рассматриваются места под ярмарки у крупных торговых павильонов и гипермаркетов. В некоторых торговых центрах такие локации уже показали свою востребованность. Александр Владимирович, вот мы посмотрели сюжет, и, знаете, вопрос, который вот мне возник по ходу просмотра. Речь шла в том числе о том, что ярмарки появляются там, где раньше были незаконные, со всеми утекающими последствиями. Вот как отличить ярмарку муниципальную, так сказать, настоящую, правильную, законную от ярмарки, такой стихийной, неправильной. Вот что там должно быть? Если с точки зрения обывателя, то на ярмарке, согласно действующего законодательства, должен присутствовать информационный стенд. На этом стенде размещается информация, такая как план ярмарки, в котором указано, кто является организатором ярмарки, если есть оператор, то кто является оператором ярмарки, и режим работы ярмарки, и прочие сведения. Кроме того, также там должна присутствовать схема ярмарки. Она графически отображает расположение объектов на ярмарке, где находятся условно там мясные ряды, например, если вы ищете мясо, или, например, где находится администрация, где находятся контрольные весы. Соответственно, на этом стенде вся эта информация присутствует. Ну и вот здесь еще один важнейший вопрос, который тоже возникает. В сюжете мы об этом как раз увидели информацию. Это безопасность. Ну, в первую очередь, это мясной продукции и молочной продукции. То есть, если я правильно понимаю, это еще и вопрос в том, что там продукция, если осуществляется торговля мясом, то там продукция либо проверяется, либо ее можно проверить. Тоже важнейшая такая деталь. Что касается безопасности, на наших ярмарках, где осуществляется реализация мясной продукции или молочной, у нас осуществляется дежурство лаборатории ветеринарной службы, которая как раз эти моменты отслеживает. Кроме того, любой желающий может даже купленную продукцию уже проверить. Если посетитель такое желание не изъявит, он может воспользоваться данной услугой. Ну, то есть, по большому счету, вот если ты купил там продукцию, у тебя есть какие-то некие сомнения, загрались? Да. Вы можете воспользоваться услугами лаборатории. Там цены абсолютно демократичные. Но самое главное, что ты будешь понимать вообще, что ты купил. Вот какие планы по дальнейшему развитию ярмарочной торговли на территории городского округа Самары? По дальнейшему развитию в 2022 году мы достаточно сильно увеличили количество ярмарок. Часть из них там хорошо у нас, соответственно, развивается. Часть там требует внимания. Поэтому в настоящее время мы решили сосредоточиться на качественном содержимом ярмарок. То есть для того, чтобы там был ассортимент продукции, чтобы она была заполнена, чтобы там соблюдались все правила и так далее. Поэтому мы на настоящий день планируем порядка двух новых ярмарок муниципальных в этом году. Какого-то большого, большой потребности в увеличении именно количества ярмарок мы на данный момент не видим. Считаем, что количество мест у нас более чем достаточное. И нужно уже работать больше над качеством. Ну, то есть чтобы был ассортимент, чтобы было, скажем так, чтобы было комфортно и участникам, и жителям города. То есть создание таких условий, когда вам приятно прийти на ярмарок. Ну, согласен. Это вот, наверное, да. Слово комфорт здесь основное, потому что, когда я, опять же, прихожу на улицу Киевскую, чем мне там нравится, зимой, осенью ты зашел, не капает, не дует, тепло, уютно. То есть как бы на самом деле вот это, конечно, самое главное. А как вы в целом оцениваете ситуацию с розничной торговлей продуктами питания в Самаре? Потому что ярмарки – это вот часть, важная часть. Да. Ну, в целом, согласно наших наблюдений, 2022 год, конечно, сложный. Подверглись мы всяким санкциям. На начало года существовали определенные всплески по цене на определенные группы товаров, что связано с логистической составляющей. Вот. Ну, к 2023 году, по нашим наблюдениям, уже преодолели мы все эти сложности логистические. Цены у нас вернулись на докризисные значения. Вот. Поэтому, если, например, сравнивать 2023 год с 2022 апреля, да, мы можем наблюдать падение цены на отдельные группы товаров до 60%. Это в основном, кстати, овощная корзина. Да. Согласен. Ну, и, кстати, если вспомнить… Исчезновение сахара, соли. Исчезновение сахара, соли. Рост цен на мой любимый знаменитый товар гречка, который вот я буквально недавно заходил, и там в одном месяце наблюдал по 48 рублей за упаковку. То есть, пожалуйста, вот берись сколько угодно. Да. Сейчас эта проблема, мы считаем, уже сошла на нет. Ну, здесь, наверное, действительно такой психологический момент важный, потому что люди начинают нервничать, и как бы создается вот этот ажиотаж. А потом круглый год едим гречку. Да. Потом круглый год они едят гречку, долгое время ее не покупают, соответственно, цена падает и так далее. Ну, при том, что у нас, на самом деле, регион-то, где, по большому счету, все производится. То есть, вот если так посмотреть внимательно, мы… Да, самодостаточный регион. Мы абсолютно самодостаточный по основным позициям. Интересный еще момент. Какие планы департамента по развитию сезонных ярмарок? Вот как раз когда большой всплеск продукции, то есть сезонный урожай, вот как раз хочется купить что-то свежее и подешевле. По поводу сезонных ярмарок у нас в этом году мы ярмарку на УДК «Октября» открываем. Открыли уже 31 марта. Вот. С чем связано? В прошлом году в экспериментальном режиме мы ее открыли пораньше, по просьбам, так сказать, участников, ввиду того, что в данное время большим спросом пользуются саженцы. Вот. Эта продукция, соответственно, представлена на ярмарке и пользуется большим спросом у дачников. Подготовка к дачному сезону идет полным ходом. Ярмарка проработает в этом режиме до майских праздников. Далее спрос у нас будет падать как у участников, так и у жителей города, которые поедут на дачи заниматься своими делами. Вот. И, соответственно, далее традиционно в августе она также откроется и будет уже реализовываться та продукция, которая у нас с вами поспела на наших огородах, полях и так далее. Также в этот же период традиционно планируем открывать ярмарку у музея Алабина, традиционную сельскохозяйственную ярмарку. Ну да, такая главная, куда приятно прийти, где много что можно найти, посмотреть, попробовать, походить. Даже просто погулять, кстати, интересно. Да, зачастую у людей разные мотивы пойти на ярмарку. Для кого-то там затариться на целый год, купить картошки, погрузить ее в погреб. А кто-то идет как на усилительное мероприятие, что-то попробовать, найти какую-то вкусную, необычную вещь. На ярмарке же можно попробовать, не только посмотреть. Поэтому, конечно, большим спросом пользуются у различных слоев населения. На любой кошелек можно найти товар. Поэтому ярмарка так популярна. Вот вопрос тоже важный, интересный. Торговля арбузами, как она будет продолжаться? Потому что, например, в прошлом году была такая ситуация, был большой урожай арбузов. Это я совершенно точно знаю, что называется, из первых рук. И цены были очень доступные, просто потому что продукта было очень много. Как будет организовываться в этом году? Что будет делаться? Где? Ну, мы традиционно все сделаем. Количество точек у нас по реализации бахчевых культур, оно, в принципе, не меняется. Достаточно устоявшееся количество. То есть потребность, если у нас существует, то, конечно, мы можем оперативно что-то добавить. Такая возможность у нас, безусловно, есть. Мы здесь следуем за предпринимателями. То есть если есть спрос на какие-то позиции, то есть где-то увеличить количество точек, или наоборот она стала неликвидной, мы всегда идем в ногу с предпринимателями. Ну, и здесь тоже вопрос такой, который интересен. Как отличить, скажем так, законную, правильную торговую точку бахчевыми от такой, что называется, стихийной, спонтанной, когда человек там приехал, встал, выгрузил на асфальт практически и начал торговать. Вот где разница, в чем разница, как понять? И, кстати, вопрос безопасности здесь тоже важен. Ну, мы визуально используем специальные сетки для бахчевых культур. Кроме того, любой потребитель может попросить у представителя предпринимателя, либо у самого предпринимателя, если он сам занимается, копию договора. У нас заключают договоры муниципальные предприятия «Ярмарки Самары» по бахчевым культурам. Соответственно, если у предпринимателя есть договор, его копия, ничего не мешает ему ее показать, он не будет стесняться это делать. Это будет основным критерием. Важный, вот вы хороший фронт сказали, он не будет стесняться показать этот документ. Если он есть, он стесняться не будет. И отдельный вопрос. Самарские пенсионеры-дачники. Вот как помочь им продать свою продукцию? Что для этого делается? Что они должны сделать, чтобы получить возможность спокойно реализовать свою продукцию? На наших сезонных ярмарках и на Киевской, Тухачевского есть такая возможность. У нас есть специально выделяются места для пенсионеров. Они абсолютно бесплатные. Любой желающий пенсионер может приехать, обратиться к администрации ярмарки, и ему определят место. Как правило, это либо отдельный какой-то шатер у нас стоит, либо места выделены в рамках существующих торгового оборудования. Но на всех наших ярмарках существуют места для пенсионеров. Для участия им необходимо обратиться к администратору ярмарки на месте. То есть у нас на ярмарках присутствует администрация, просто обращаетесь к ним и торгуете. Ну, соответственно, пенсионное удостоверение с собой он должен показать. Ну и здесь единственным ограничением, это, конечно, объем. То есть если вы... Я как раз, вы вопрос предвосхитили. Вы вопрос предвосхитили, на самом деле. Потому что вот у меня как раз хотелось сказать, Александр Владимирович, ведь могут появиться такие, ну, скажем так, предприниматели... Миллионеры-пенсионеры, да. Да-да-да, миллионеры-пенсионеры, в кавычках. То есть предприниматели же, народ предприимчивый. То есть вот он скажет, я пенсионер... С выходом на пенсию он не теряет свою хватку предпринимателю. Да, у меня дача, и туда привезет пару машин картошечки, там, газели, лука, ну и так далее, и так далее. То есть вот как отличить дачника от дачника, который используют в качестве вывески для реализации таком, масштабного реализации продуктов? Да, в принципе, легко. То есть настоящий дачник, у него не будет таких объемов. То есть контроль осуществляется именно по объему. Если у него небольшая вот тележечка, там, ручная класть, вот сколько он там принес, разложил вот на один раз, и все. То есть у него нет каких-то запасов, газелями ему не подвозят продукцию. Ну да, грузчики не подтаскивают. Да, и не в коробках с овощной базой. Да-да-да, вот это важный момент. Ну, то есть, условно говоря, если человек пришел, с собой принес там несколько ведер, там, яблок и так далее, вопросов... Объем это определяющий. Объем это определяющий. Спасибо за интересную содержательную беседу. Большое спасибо за ваш важный труд, потому что, ну, на самом деле, я считаю, ярмарочная торговля, это очень важная часть, вообще, такого благополучного, благополучной жизни горожанина. Потому что возможность выйти, купить продукцию, которая произведена в Самарской губернии, на самом деле, это очень полезно, очень здорово. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии был начальник отдела организации и контроля торговли Департамента экономического развития и инвестиций торговли администрации городского круга Самара Александр Чуфистов. Всего вам самого доброго. Покупайте Самарское. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»